Первый этап, этап выхода из притории, Иисус несет на себе крест, то есть он уже избит, состояние физическое очень тяжелое, обычно приговоренный к распятию делал это сам, но это происходило до бичевания, в случае с Иисусом, Пилат бичевал его раньше, и теперь количество сил, которое есть у Иисуса, очень тяжело нести крест вообще, и естественно после бичевания, тем более, поэтому второй этап, это когда крест Иисуса, он не может больше его нести и должен был нести другой человек, это было время, когда в Израиль собирался, в Иерусалим фактически собирался, не только все израильтяне, но и очень многие пилигримы из других стран, огромное количество народу из других стран, в том числе евреи из других стран, и Шимон или Симон из Киринеи, место это на севере Африки, он, когда ему берет крест, когда ему говорят нести крест Иисуса, Марк, если это, значит, тот упоминает, что Шимон был отцом Александра и Руфуса, это информация, имеющая отношение к его читателям, Павел, если он это имеет в виду, упоминает об этом семействе в послании к кремлинам в 16 главе, вот, обыкновенно люди, которых приговорили к распятию, им нечего было терять, то есть это были уже приговоры, которые обратно не отменялись, и они, когда шли на казнь, они выкрикивали проклятие по отношению к своим палачам, поэтому известной практикой было то, что римские воины часто отрезали языки всем тел, кому вели на распятие, дабы они не могли проклинать палачей своих. Иисус, наоборот, не просто не проклинает, он молится за тех, кто его распинает. Третий этап, это, значит, идут, естественно, плакальщицы за ним, как правило, в подобных случаях был институт профессиональных плакальщиц, когда которых нанимали, и когда кто-то умирал дома, и когда римляне отправляли на казнь, кого-то римляне не препятствовали этому, потому что это был как бы выход эмоций, они считали, пусть лучше выходят эмоции так, чем затаенным образом. Вот, третий этап, это когда Иисус поворачивается к ним, говорит, лучше, чтобы они оплакивали сами себя и своих детей, потому что если ему, невиновному, предстоит принести страдания, то сколько же надо будет перенести страдания всем тем, кто виновен. Четвертый этап процессия приходит на Голгофу или Голгота, на иврите, лобное место или место, которое напоминает своим видом череп. Пятый этап, это когда Иисусу дают некую винную смесь, предназначением которой было облегчить страдания. Он отказывается ее пить, ибо чаша должна быть выпита страданий до конца. Итак, его прибивают на крест, и он оказывается на кресте, и это Ниссан, 15 пятница, вот, и с 9 до 12 Иисус как бы претерпевает гнев человеческий. В 9 утра пасхального агнца должна быть, эту жертву должны принести в храме, и в это же самое время, в нескольких сотнях метров от жертвенника Иисус был пригвожден к кресту. Вообще-то говоря, очень много споров по поводу креста, никто толком не знает, каким был крест, но существует как бы 4 разновидности креста, мы буквально пару слов скажем об этом. Первый работал по принципу телеграфного столба, вот, простой вот столб, в этом случае, человека, приговоренного прибивали в положении стоя руками вверх. Второй имел вид буквы, ну вот, X или H, в церковной традиции, именно на таком кресте, говорится, умер Петр. Третий выглядел как буква Т, как русская буква Т, а четвертый, как, в общем-то, привычный крест. А библейские авторы не уточняют, какой крест использовался. Единственное, что можно сказать наверняка, что первые два типа не использовались за пределами Италии. церковная традиция Петр был в Риме, естественно, в Италии, и на столбе. Хотя, опять-таки, всегда существовали возможности исключения из правил. К тому же, делать специальные кресты тоже никому не хотелось, вполне возможно, что его распяли на столбе. Но это, как бы, предположение, на днем должна была быть прибита табличка, тем, в чем его обвиняли. Но, опять-таки, мы не будем наставить, это просто, как бы, возможные варианты, что наверняка известно. Вы, наверное, часто видели этот холм огромный, на нем кресты высоченные. Скорее всего, так не было никогда. По еврейской традиции, как по еврейской традиции, по римской традиции, когда их распинали в Иудеи, это делалось следующим образом. Во-первых, крест был, практически, находился на уровне земли. И человеку для того, чтобы... Отчего умирал человек на кресте? Он же умирал от суфокации, то есть от удушения, от того, что, когда руки его были прибиты, и под тяжестью тела, ноги в полусогнутом положении, и человек постоянно хотел, и легкие начинали отекать. И для того, чтобы дышать, человек должен был отталкиваться ногами, подтягиваться вверх, и таким образом он мог дышать. Поэтому человеку сознательно, чтобы усугубить его мучения, его ставили на небольшом расстоянии от земли, чтобы у него была иллюзия того, что он может оттолкнуться ногами от земли. Кроме того, если он находился на кресте, и на него... Во-первых, тот, кто был в Иерусалиме, и видел традиционное место захоронения, будь то традиционное место захоронения, которое, скорее, более всего вероятно, или даже то, которое показывает протестантский вариант, там нету горы. Нигде в Библии не говорится, что его вели на гору. Говорится, что он шел вверх, но горы нету. Рядом был холм, который выглядел как череп. Поэтому это один из мифов, который есть, что его вели на гору. Горы никакой, естественно, не было, ни в библейском тексте, ни, естественно, на местности. Второе, крест не мог быть высоким по той простой причине, что на него плевали люди. И если бы он находился на высоте, скажем, 10-15 метров холм, еще добавьте 3-4 метра крест, само собой разумеется, что ничего этого быть не могло. Мы не знаем, как это было на самом деле, но мы знаем, что человека укладывали на крест. На шестом этапе его прибивали гвоздями, таким образом, чтобы кости не были повреждены. И здесь седьмой этап от выхода до смерти. Он молит о прощении грехов тех, кто принимал участие в его казни. Восьмая часть – это деление его одежды. Солдаты, принимавшие участие в казни, имели право на одежду своей жертвы. В отличие от христианских соображений распятия, где все жертвы распинались обнаженными, в контексте еврейской культуры это было невозможно. То есть, никакого еврея не поставили бы на крест голым или обнаженным. Это было постыдно. И каждый еврей носил пять частей. Одежда состояла, если хотите, из пяти деталей. Это была верхняя или внешняя одежда, внутренняя одежда, белье, головной убор, сандалии и внешнее покрывало, или словом называется его «миирь». В случае с Иисусом, как говорит нам Евангелие, его покрывало было соткано, а не шито. То есть, было весьма дорогой одеждой. Но мы знаем, что Иисус не был богатым человеком. Но, с другой стороны, читая Евангелие от Луки, 8 главу, мы знаем, что ему симпатизировала, в смысле учения, естественно, некая богатая женщина. Вполне возможно, что она как бы поучаствовала в том, что у него была достаточно дорогая одежда. На девятом этапе ему в изголовье прибивают табличку с указанием его вины. Пилат принимает решение сделать надпись так, чтобы он скорее выглядел как титул на трех языках. Естественно, это был латынь, греческий и иврит. Иудейские лидеры просят изменить надпись, но он отказывается это делать таким образом, как бы мстя им. Но мы говорили об отношении не самые лучшие. Десятый этап было распятие двух преступников вместе с Иисусом. Скорее всего, оба они были товарищами воравы, в восстании. То есть, разбойник, как пишет об этом писание, надо понимать, что разбойники, скорее всего, были из зелотов, которые выступали против римлян. Они не обязательно грабили людей на улицах. Одиннадцатый этап – отношение людей. Они издеваются, читают табличку, мол, себя спасал других, не можешь. Двенадцатый этап – это издевательство, но это уже то, что позволяет себе еврейские лидеры, фарисеи, саддукеи. Тринадцатый – это уже этап, это издевательство со стороны римских солдат. И четырнадцатый – издевательство со стороны распятых преступников. То есть, над ним издеваются практически все. И саддукеи, и фарисеи, и евреи, и солдаты, и преступники. То есть, это как бы четыре разные группы людей, что символизирует, вообще говоря, весь мир. Призывы сойти из Христа. Пятнадцатый этап – это покаяние одного из разбойников, что, на самом деле, подтверждает нам лишний раз то, о чем мы говорили с вами ранее, о возможности получить плату за последний час своей работы и быть оправданным полностью. Мы знаем, что именно в этом контексте воспринимали еврейские мудрецы. Вот такое вот эсхатологическое спасение. Эсхатологическое в смысле своей конкретно отдельно взятой жизни. Шестнадцатый этап – это второе обращение Ишуа с Креста. Он обещает разбойнику, что он сегодня же будет с ним в раю. Семнадцатый – это третье обращение с Креста. И некоторые женщины получили возможность подойти поближе к месту распятия. Это была и мать Ишуа, и другие женщины. Далее, на восемнадцатый этап – густая тьма. Густая тьма – самое светлое время суток. Поразительная вещь. Сегодня археологи располагают некоторыми подтверждениями, хотя я не большой сторонник того, чтобы искать обязательно исторические подтверждения того, что говорит Писание, потому что мы вроде оправдываемся. Мы вроде как бы что-то доказываем. Мы ничего не должны доказывать. Мы воспринимаем это все верою. Но, тем не менее, у нас есть некоторые подтверждения. Одно из Египта, другое из Турции. В Египте Дионисий пишет, что в Хелиополисе была тьма. А грех Диоген из Египта тоже написал, что была такая тьма, что, видимо, Бог сам страдал или симпатизировал кому-то, кто страдал. Ну и последняя запись была сделана римляниным флагеном из Турции. Он говорит, что великое солнечное затмение, превосходящее все предыдущие, произошло около шестого часа. Это как раз есть третий час дня. Оно сопровождалось сильным землетрясением, которое разрушило много домов в Никее. Девятнадцатый этап завеса в храме разорвалась. Косвенное этому подтверждение мы читаем в еврейских источниках, что за 40 лет до разрушения храма заседание Синедриона было перенесено из храма на храмовую площадь. Почему? Видимо, потому что завеса в храме разорвалась на двое, а надо понимать, что это была огромной толщины тканы, завеса толщиной с ладонь. Толщиной с ладонь. Поэтому разорваться на двое – это совершенно чудесное явление. Двадцатый этап. Иисус вызывает с креста Господу Богу 22-й псалмом, тем самым провозглашая, зачем ты меня оставил. Мы читаем у Матфея. Ильи, Ильи, лама савахвани, то есть Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил. Некоторые, услышавших там, говорили, Илью он зовет. Но на самом деле, конечно, никакой не Илья. Некоторые, кстати, делают на основании этого отрывка, что Иисус говорил на арамейском языке. Ильи, илья, лама савахвани, шавахвани, шавахтани, если хотите, это вариант то ли арамейский, то ли иудейский, говорит о том, почему ты меня забыл. То есть, как бы, вкрапление здесь, греческий текст еврейского, ну, само собой разумеется, но надо помнить, что Иисус говорил на иврите, на арамейском, не только в этом месте, не только на кресте. Он, как бы, говорил, и всегда, естественно, он не звал Илью. Интересно, что в Писании Иисус 117 раз называет Бога Отцом, 117, и 20 раз он называет Его своим Отцом. Здесь, это единственный раз, когда он называет Его своим Богом, потому что, наверняка, вот как вот чисто по-человечески, отношения на кресте не совсем похожи на отношения Отца и Сына. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Видимо, как-то так. 21 этап Иисус говорит о своей жажде. Мы читаем в Луке в 16 главе о истории о богаче и лазере. То есть, богач, будучи отделен от Бога, просит пить. Иисус тоже испытывает жажду, будучи в отделении от Бога. На 22 этапе ему подают винный уксус. Это уже абсолютно не питьевая смесь, а смесь, чтобы промочить губы. На 23 этапе Иисус говорит «свершилось». Это «тетелостай» на греческом языке. «Свершилось». И вот тут какой интересный элемент с моей точки зрения. Естественно, Иисус не говорит «тетелостай». Он не грек. Он говорит слово, скорее всего, которое звучит как «шулам», которое можно перевести как «свершилось», но можно перевести как «уплачено». Потому что слово «шулам», «уплачено» имеет на краю словом «шалем», «совершенный». Слово «шалом» – «мир». То есть, можно перевести и как «уплачено», и как «совершенно». Я думаю, и между прочим, это вся церковная проблема на протяжении нескольких первых столетий. Если был кому-то уплачен выкоп, кому он был уплачен? И церковь очень активно обсуждала этот вопрос. Был ли уплачен или принесена жертва, был уплачен выкуп Богу или все-таки дьяволу? И церковь решала этот вопрос первые несколько столетий своего существования. Но для нас, наверное, вот что интересно. Археологи нашли целую коллекцию документов о торговых сделках, которые были поверху перечеркнуты этим словом, тем самым отвечая, что все, что указано в этой сделке, выплачено полностью. То есть, кровь Ишуа сделала полную выплату за грехи человеческого. Это было слово, которое применялось на торговых площадях, когда тебе надо было купить раба, и ты совершал сделку, ты выкупал его, и ты получал какие-то документы, на которых было написано «уплачено». Уплачено, то есть раб не становился свободным. Этот документ подписывался, что он пересходил из собственности продавца в собственность покупателя. И вот это вот слово, которое говорит Иисус, вот абсолютно дословно то слово, которое в огромном количестве, в больших количествах находили археологи, и которое значило «уплачено», и которое обозначало конец или финал торговой сделки. На 24 этапе Ишуа провозглашает, что в руки Отца отдает свою жизнь. В 46 стихе 23 главы от Луки Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой, и сие сказав, испустил дух». И 25 этап, вот собственно, сие сказал, испустил дух, то есть умер. И сопровождающий знамение, несколько событий, в соответствии с Матфеем. 27 глава, 51 по 56 стих. «Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля сотряслась, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов в воскресенье, вошли во святой град», то есть в Иерусалим, и возвестили многих. Многие святые были воскрешены, они не воскресли до его воскресенья, но могилы открылись, но воскресли только после его воскресенья. Мы многие, вот так вот, они не воскресли. Это не было воскресеньем к вечной жизни, которое произойдет только в будущем, но восстановлением к физической жизни. Я хочу еще раз подчеркнуть, это воскресенье к физической, не к вечной жизни. Это два разных воскресенья. В воскресенье к физической жизни мы видели несколько чудес, которые делал Иисус, в том числе, может быть, самое известное, воскресенье Лазаря. Похороны Иисуса, Марк 15 глава, Матфея 27 стихи, из 50 по 60 Лука, об этом говорит, естественно, Иоанн. Иисус умирает накануне Великого Шаббата, то есть, когда седьмой день совпал с первым днем бесклассных хлебов, то есть, когда суббота или седьмой день. Иисус, дабы не оставить тел в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого стима, придя к Иисусу, как увидели уже умершим, не перебили его голени. Как я сказал, когда надо было ускорить, и наступал праздник, то, естественно, перебивали голени, и человек задыхался практически мгновенно, потому что он не мог более подтягиваться или отталкиваться ногами от древка или от креста. И они, когда подходят к Иисусу, они видят, что ломать ничего не надо, ему протыкают бок, оттуда вытекает сукровица. И Иосиф Аримафейский, богатый и уважаемый человек, член Синедриона, верующий в тайне до сих пор, приходит, просит тело Иисуса, Пилат, удостоверившись его смерти, разрешает, его снимает с креста, заворачивает льняное полотно в полосы льняного полотна, и он положен в могилу. И он положен в могилу. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.